Заходи, заходи как раз, заходи, заходи. Около 11 часов, было два разрыва с одной стороны, а другой, с другой стороны, и попало в крышу. И пошло постепенно возгорание, загорелся дом. В соседний дом просто был ужасный, страшный удар. Бабушка свекров моя упала без сознания. Я как бы тисала ручкой, то руку я могла только... Я поняла, что я быстро свекров собаку эвакуировала в фанал, себя в последнюю очередь. И ручку я не могла выпустить из рук, и разгринала себе пальцы. Сильно очень гудело, может, ракета эта летела. Я так думаю, что кассетная, потому что гул был один, а взрывов было много. Мне так показалось, но оно же эхо идет, мне показалось, что в той стороне. И вот такой гул, как... То ли это ракета летела, то ли это самолет летел, бог его знает. Глядываю, смотрю, горит, крыша горела. Тут же подъехали пожарники, ну, они быстренько локализовали вот это все быстренько. Там, вроде как, мужчину, ну, где-то завалило, они его вытащили. Ну, он жив, здоров, все нормально. Вот простояло с начала войны три месяца. Не вывозили, думали, опять вернется бизнес, опять будем торговать, людей кормить пиццей. Ну, к сожалению, сегодня часов шесть утра прилетела мина, наверное, или ракета, не знаю. И все уничтожило, разбито все, вывозим, пока торговля тут, естественно, не будет. Так что, кстати, жалко очень, конечно, столько трудов, столько всего стараний. Но кто-то для нас решил нашу судьбу.